Мы на месте. Мы приветствуем Инессу. Интересуемся, готова ли она к проверке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, доверит. Визуально ничего не видно? Нет. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Инессы под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Инессы, находит все. У нее на ногах очень-очень тонкая пленка какая-то вокруг тонких тел. Хорошо, если это... А, вокруг тонких тел? По всему телу? Или только в ногах? Да, но она в ногах идет где-то до бедер. Разрезаю эту пленку, и она идет в клетку-тюрьму. Подтягиваются также все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, связанные с этой оболочкой. Она выдавилась в шар, и она как вода, тонкая, прозрачная. Отправляю в клетку-тюрьму. Готово. Далее команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Инессы под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Инессы, находит все. Выстраивает оболочки и канал к ответственному, притягивая в клетку-тюрьму. Она чистая, вот к этому шару никто не притягивается. От него идет слово иллюзия. Давай поставим экран, ставим экран и посмотрим, что это за иллюзия, откуда этот шар, откуда эта пленка взялась, оболочка. Ну, ей показывают, что все, что ей говорится и всю информацию, которую она принимает, она все поглощает и не дает анализ, не делает этой информации. То есть не делает паузы. Не обдумывает эту информацию, поглощает и принимает как полезную и нужную. Но чтобы развиваться, не только принимать нужное, но и анализировать эту информацию. И то, что проанализировано, остается. Но у любой информации есть, есть как крупинки какие-то, которые собираются вот в эту невидимую оболочку. То есть это то, что не прошло через анализ. Непроработанная информация, соответственно, становится вот такой пленкой. Если в ней не разбираться и не вникать в смысл, она превращается в балласт. Как мы сейчас видим, это балласт в ее биополе. Он там не должен находиться. Лучше выучить одну вещь, разобраться в ней, дать себе время. И после этого переходить к следующему этапу, если что-то интересно. Кроме того, нужно иметь критическое мышление. Не вся информация полезна, не вся информация правдива. Здесь надо разбираться. Они просто с закрытыми глазами все поглощают. Здесь тоже, конечно, есть такая соответствующая грань. Я думаю, нам, я благодарю куратора за этот ответ. Я надеюсь, когда он придет сегодня, он нам ответит чуть подробнее по этой теме. Хорошо, Инесса, вы слышали сейчас то, что откуда происхождение этой пленки. Она вам не нужна. Ей еще идет информация, что ответ уже пришел. Эта пленка называется Иллюзия. Не надо принимать информацию в Иллюзиях. Надо сортировать ее, анализировать, задавать вопросы. И чтобы это было понятно. А если это непонятно, но ты просто веришь людям, то это вот такой Иллюзии откладывается. Все понятно. Благодарю за эту информацию. Хорошо, эта оболочка во вред. Мы ее убираем. Открывая под оболочкой воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Посмотри, сколько Инессе нужно энергии и какая частота вибрации будет ей комфортна. 380, это 25. На счет ремакушку головы Инессы начинает поступать 7. Высокоэбрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия и вибрации гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Инесса, как вы себя чувствуете? Великолепно. Я очень рада за эту информацию. Главное, что я чистая, а с этим я смогу справиться и проработать. Безусловно. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать куратора в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в комнату диагностики прийти куратора или учителя Инессы. Вот здесь это мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Инессы. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Благодарю за этот радушный прием. Приветствую вас. Очень рад находиться здесь и наблюдать за этим прекрасным процессом. Зовите меня Ясень. Ясень. Приветствуем вас, уважаемый Ясень. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили проверку вашей подопечной. Ваши слова дошли насчет этой оболочки. Я надеюсь, Инесса поняла, она подтвердила эту информацию. 10 вопросов оставила Инесса с просьбой задать их ее куратору. Будете ли вы так любезно, уважаемый Ясень, ответить на эти вопросы? Да, несомненно. Именно для этого я сегодня здесь. Благодарю вас. Я начинаю с первого вопроса. Откуда пришла моя душа? Можешь, пожалуйста, описать, как это выглядит? Какой великолепный вопрос. Конечно, я на него отвечу. Твоя душа так же, как и моя созвездие. Вернее, скопление. Плеяд. Семь сестер. Как это выглядит? Это прекрасный вопрос, но очень обширный. То, что вы знаете, это семь крупных звезд. На самом деле, конечно же, в созвездии их намного больше. Звезд. Туманностей. Я, конечно, могу это показать, но не все увидят. На этом месте мы приветствуем представителя Плеяд, моих родных Плеяд. В нашей комнате диагностики мы очень вам рады. Благодарю за это приветствие и встречу. Мне трудно будет это описать. Это можно лишь почувствовать представителя Плеяд. Наши родные энергии несут всю информацию о месте, положении и силе Плеяд. Знания, наименования, а также значения каждого объекта, скопления и звезд. Каждый объект занимается своей работой и предназначением. Благодарю. Благодарю вас. Позволите на направляющий вопрос такого плана. Может быть, Инессе было бы интересно, как выглядит Плеядьянец? Энергия. Энергия. То есть вы можете сами себе выбирать любой вид или... Примерно одинаковый вид. Так же, как примерно одинаковая энергия. Благодарю вас. Уважаемый Ясень, я перехожу ко второму вопросу. Какой уровень моего высшего Я? Двенадцатый уровень высшего Я. Благодарю вас. Третий вопрос, я думаю, вам понравится. Как выглядит мой стержень? Да, действительно, великолепный вопрос. Чтобы объяснить, как выглядит стержень, я должна рассказать, как выглядят Плеядьянские энергии. Плеядьянские энергии немного тяжеловатые и густоватые. Они насыщены цветом и очень сильно влияют на эмоциональный фон. Именно поэтому заполнение большим количеством энергии может привести к удару по эмоциональному фону на физическом плане. Стержень внутри тебя, я подбираю слова, извините. Стержень внутри тебя выглядит очень сильным внутренним энергетическим столбом, наполненным Плеядьянскими энергиями. Эти энергии могут расширяться, как и энергии любых других объектов, когда ты работаешь с ними. Они могут вытягиваться и расширяться, в зависимости от того, что нужно с ними произвести, наполнить больное место или же выставить защиты. Самое главное, в Плеядьянских энергиях на Земле это правильная гармонизация и распределение по телу биоробота. Так как я уже сказала, Плеядьянские энергии немного тяжеловаты. В отличие от ангельских энергий, например, где много легкости, и, соответственно, требуется больше, большой процент энергии. Благодарю. Благодарю вас. Вы хотели сказать, просто Плеядьянские энергии нужно дозированно получать. Именно в тех цифрах, они тяжелые, они плотные энергии, в нашем понимании, можно как с медом сравнить. Они густые такие. Если немного перекачать себя этими энергиями, то начинается дискомфорт. Дискомфорт может ощущать не только сам человек, но и его окружение. Я правильно вас понял? Да. Благодарю вас. Перехожу к следующим вопросам. Четвертый. Какие мои таланты я сейчас не ценю, но они предназначены мне для реализации моей души? А я бы хотел похвалить твою душу, так как ты упорно работаешь над собой. И скажу честно, в этом воплощении твоя душа продвинулась с 11 уровня. Твое высшее «я» находится на 12 на данный момент, благодаря твоей работе и усердствию. Но я бы хотел заметить, что ты, поглощая и работая над собой, забываешь о критическом мышлении и анализу. Я хочу объяснить, как это происходит. С одной стороны, ты находишься или в постоянном анализе. С другой стороны, ты можешь беззаветно доверять информации. Должен произойти баланс одного и другого. Во всей информации должна найтись крупинки того, что является истиной. А чтобы понять это, слушай своё прекрасное сердце. Это место, где находится твой стержень. Это его основное место расположения. Как я уже сказала, ты можешь его расширять, вытягивать и делать другие формы, в зависимости от того, что ты собираешься произвести со своей родной энергией. Твоя душа открывается, и она чувствует всю правильную информацию, как я уже сказала, истину. Слушай своё сердце. Благодарю. Благодарю вас. Перехожу к следующему вопросу. Пятый. Какая моя наиболее негативная модель поведения мешает моему прогрессу? Хорошо, я отвечу на этот вопрос. Твоё эмоциональное состояние благодаря плеядеанским энергиям и мыслям они могут быть тяжёлые, как мысли, так и эмоции. Помни об этом и не допускай этого состояния. Вообще запомни, что мысли всегда формируют твоё эмоциональное состояние, поэтому старайся мыслить позитивно, видеть позитив вокруг себя и рисовать позитивные картинки будущего. Не спускайся на низкие вибрации. Не утяжеляй и так тяжёлые энергии. Вторайся возвышаться. Вытягивай свой стержень. Расширяй его, чтобы эти энергии не скапливались в одних каких-то мысленных пропорциях. Я приведу пример, чтобы было понятней. Например, разговаривая с человеком или начиная какое-то действие или разговор, думая о позитиве и начинай на высоких вибрациях и хороших нотах. Не надо начинать свой контакт с человеком с претензий, негативных форм разговора или же подозрений. Лучше начать с лёгкого вопроса. Не забывай, что не у всех энергии влияют. И твой неправильный подход может выглядеть со стороны как упрёк или негатив для других энергий. Поэтому старайся гармонизировать свои энергии, гармонизировать их с этим миром, в котором ты живёшь. Помни, что ты живёшь среди разных энергий и людей с разных объектов. Душ, я бы назвал, с разных объектов. Поэтому уважай чужие энергии. Это поможет тебе гармонизироваться и быть всегда в балансе. У тебя прекрасная тактика улыбки. Поддержим твоё. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Ясень, за этот развернутый ответ. Я перехожу к шестому вопросу. Когда я вижу пророческие сны, как мне их истолковать, понять? И что мне лучше с этой информацией делать? Интересный вопрос. Но я не могу на него ответить. На половину его я не могу ответить. Я объясню, почему. Благодаря своему росту, развитию и знаниям, а также чистоте твоей Души, тебе поступает разная информация во время сна. Открываются воспоминания и знания. Знания, которые ты получила перед воплощением. На данный момент всё, что ты можешь сделать, проанализировать свой сон, запомнить его, попытаться прожить его. Но не надо сильно вникать и углубляться в эту информацию. Прими это как информацию, ничего больше. Вторую часть вопроса, что с этим делать, я бы оставил на будущее. Когда твоя Душа будет готова, тебе придёт ответ, что с этим делать. На данный момент постарайся удержать эту информацию, записать и отнестись к ней как к информации. А также постарайся проанализировать детали этого сна, цвета, чувства. Душа во сне тоже развивается. Поэтому постарайся развиваться правильно. Пока принимай это просто как информацию, но старайся развиваться в этой информации, запоминая детали. Благодарю. Благодарю я вас за этот ответ. Седьмой вопрос. У меня особая связь с животными. Они меня не боятся. Птицы могут сесть мне на ногу или на руку. Белки едят из моей руки. И так далее. Какова моя связь с животным миром и как я могу её использовать? Это то, о чём я говорил тебе. Ты гармонизируешь свои энергии с окружающим тебя миром. Это прекрасно. Обрати внимание на детей и других людей вокруг тебя, как они реагируют на твои энергии. У них выше вибрации. Посмотри, как ты синхронизируешься с другими душами. Лора и фауна принимают тебя. Земля принимает пледянские души. Я объясню немного в другом контексте. Я назову общие в общем названии люди, которые населяют планету Земля и ждут помощи извне от других цивилизаций, забывая о том, что другие цивилизации воплощаются и помогают в человеческом образе, в человеческом биороботе сохранять Землю, помогать флоре и фауне, бороться с мусором и загрязнениями. Это делайте вы сами, души, воплощённые на Земле. Не забывайте, что вы и есть души с разных объектов. Благодарю. И я благодарю вас, уважаемый куратор Ясин. Перехожу к восьмому вопросу. Как я могу научиться лучше визуализировать? Прекрасный вопрос, но я ответил уже на него. Детали. Запоминай детали. Связывай их с чувствами. Что ты чувствуешь в этот момент? Свеча ожог. Сигаретный дым. Противное ощущение. Поют птицы. Прекрасный звук. И так далее. Ассоциируй своими эмоциональными рефлексами. Рефлекторами. Ассоциируй детали. Благодарю. Благодарю вас. Девятый вопрос. Как мне лучше связаться с моим куратором? Благодарю за этот вопрос. Для души твоего уровня телепатия будет достаточно. Ты прекрасно умеешь входить в состояние альфа, лёгкой медитации. Поэтому достаточно задать короткий вопрос. Ответ будет незамедлительным. И я думаю, что ты достаточно готова для этого общения. Благодарю. Короткий вопрос. Короткий ответ. И ответ уже приходит обычно во время задавания вопроса. Это я сказал для Инессы, чтобы она приблизительно понимала, как происходит этот процесс. Это делается в состоянии альфы, как вы и сказали. Я благодарю вас, уважаемый куратор Ясень. И последний, десятый вопрос. Что важного я ещё должна знать, о чём я не спросила? Я считаю, что мы обговорили все на данный момент, требующие внимания недостатки. Недостаток иллюзии, недостаток анализа, проблема иллюзия, развитие деталей, эмоциональный состав и гармонизацию внешним миром. Ты знаешь, как выглядят твои энергии. Ты можешь чувствовать их внутри себя. Я бы немного добавил, что если есть какие-то неопределённые боли, ты можешь использовать энергию плият, направляя её в это место и излечая себя. Благодарю. И я благодарю вас, уважаемый куратор Ясень, за ответы на эти вопросы. Если вы хотите сейчас активировать внутренний стержень, если он ещё не активирован у Инессы, это был бы самый лучший момент. У стержень активирован давно. Отлично. Когда я рассказывал, как выглядят энергии, я вместе с Инессой активировал внутренний стержень. Тогда остался маленький нюанс, который отлично на плеядок знают уже. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам сюда приходит, мы делаем всегда один определённый подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение у куратора Ясеня, будет ли он так любезен. Принять этот скромный подарок, знак благодарности за его визит, за его ответы и помощь своей подопечной. Просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Очень интересные формы. Да, мне будет приятно принять этот подарок от души с планеты Земля. Это необычно и первый раз в моей практике. Передавайте на этом месте привет моим родным плеядам. Мы будем рады всем кураторам, которые, как вы, достучитесь до своей подопечной, со своей стороны. Мы готовы убрать им все преграды, которые стоят на их пути, открыть эти двери, которые они дальше пойдут уже сами. Великолепно. Я благодарю всех за эту прекрасную встречу. Мы благодарим вас. Вторая традиция. Мы никогда не прощаемся. Возможно, на каком-то этапе мы ещё встретимся. Всего вам наилучшего, уважаемый куратор Ясень. И примите нашу искреннюю энергию благодарности за ваш визит и ответы. Да, будет так. А так и есть. И рассинхронизируйся, Верочка. Инесса, мы закончили встречу с вашим куратором Ясенем. Вы получили все ответы на свои вопросы? Я в восторге. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Инессы в её систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Я готова. Отключайся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошёл по нём. Поднимайся в комнату диагностики. Поднимайся в комнату диагностики.